Ом Ти Ви Юэй про Головне. Противник долгое время возводил серьезные фортификационные сооружения второй линии обороны. Вот в переездном Звановке, ну и понятно, в самом Северске. Российские вооруженные силы не бомбят города, и об этом всем хорошо известно. Сколько бы роликов в натовских структурах не монтировали, сколько бы видеонарезок и фотофейков не было сейчас вброшено, правда все равно пробьется. Российские военные восторгаются видами Северодонецка, которые они освободили от фашизма и от местных жителей. Повсюду, куда приходит русский мир, появляется разруха. Победим Украину, осталась неделька, все. На России продолжаются проблемы с электроэнергией, и ростовчане начали подозревать, что здесь что-то не так. Может, действительно не нужно было начинать СВО? Операция развивается успешно, в строгом соответствии с заранее утвержденными планами. Война идет почти два с половиной года, но именно сейчас Российская армия теряет наибольшее количество солдат. Если в конце прошлого года потери оценивались примерно в 120 человек в день, то сейчас в 200-250 человек вдвое больше. Причина лежит на поверхности. Российская армия наступает и делает это самым кровавым способом, мясными штурмами. И если раньше так делали только в битве за Бахмут в одном месте, то теперь практически на каждом участке фронта и другой тактики-то и нет. Мы всегда это делали. И делаем сейчас. При этом BBC и Медиазона, которые собирают данные о потерях, отмечают заметное сокращение некрологов у профессиональных военных. Основные потери несут добровольцы, которые сами пришли в военкомат и подписали контракт. Кстати, всего по некрологам и могилам уже нашли 59 725 погибших. Это самое минимальное значение. Основываясь также на реестре наследственных дел, журналисты трех крупных независимых изданий оценивают потери российские в 120 тысяч солдат убитыми. И судя по всему, за этот год российские потери уже выше, чем за весь предыдущий. Потерь в вооруженных силах России нет. Всего за 877 дней войны российская армия потеряла. 3243 танка и 6299 бронированных машин, в том числе БМП, БМД, БТР, МТЛБ и другие. Уничтожены или захвачены 1174 артиллерийских орудий САУ, а также 393 реактивных систем залпового огня. Сбиты 119 самолетов и 138 вертолетов. Потери техники становятся критическими для российской армии. По оценкам аналитиков, уже этой осенью из-за нехватки машин российским войскам придется менять тактику наступления. А к концу 1925 года на складах пригодной техники советского периода может не остаться вовсе. Ну чушь какая-то. Ее и сейчас не так много, иначе мы бы не видели эшелоны со старыми танками Т-62, Т-54. Производство новой техники все еще идет очень медленно и сейчас даже близко не может восполнить потери. Что, конечно, хорошо для украинской армии. Выяснилось, что для нас это проблема. Германия в ходе июня и начале июля почти тайно передала большую партию техники. В нее вошли танки Леопард-1, БМП Мардер, боеприпасы. Берлин устойчиво занимает второе место по поставкам вооружения после США и, похоже, не планирует сокращать эту помощь. Вот интересное кино. Мы так не договаривались. Испания отправила еще 10 танков Леопард-2А4. В этом году запланированы поставки оружия тоже на миллиард евро, большая сумма. В него, кроме танков, войдет комплекс Патриот и боеприпасы. Для наступления этого явно недостаточно, но сейчас перед украинской армией и не стоит такой задачи. В России ежедневно дроны атакуют населенные пункты в Курской и Белгородской областях. В четверг два человека получили ранения при атаке беспилотников двух сел в Белгородской области, а 11 июля в Шебекино беспилотник сбросил взрывное устройство во двор многоквартирного дома. На площадке находились пятеро детей, они получили различные ранения. С начала войны в Белгородской области погибли уже более 200 мирных жителей. Еще больше 1100 человек ранены. Остановитесь! Власти Белгородской области наконец-то начали делать то, что надо было делать еще в 2022 году. Закрыли въезд в 14 населенных пунктов, которые регулярно обстреливаются и находиться там небезопасно. Гладков заверил, что пустующие дома охраняет армия, а проехать в закрытые районы смогут мужчины в бронежилетах, шлемах по специальному разрешению. Обстрелы и атаки беспилотников в Белгородской области стали настолько частыми, что даже автобусы теперь оснащают мангалами. Сразу скажу, подобная конструкция защитит только от самого легкого сброса. От более-менее стандартного FPV-дрона она на таком автобусе бесполезна, эта решетка. И закрывать, конечно, нужно не 14 деревень, а большую зону вдоль всего фронта и людей эвакуировать. Вот так вот получается. До 2022 года никто Белгородскую область не обстреливал. Потом Путин заявил, что надо Россию срочно защитить. Напал на Украину. Постепенно ВСУ начали обстреливать российские территории. В ответ на это Путин начал второе наступление на Харьков. В Белгородскую область пригнали кучу военных. Обстрелы еще усилились. Теперь дошло до эвакуации. Что дальше? Окупация Белгорода? Уважаемый Владимир Владимирович и Андрей Ремович, мы, жители Грайворонского городского округа Белгородской области, хотим привлечь ваше внимание к самой животрепещей на данный момент проблемы массированных обстрелов Грайворонского округа со стороны Вооруженных сил Украины. Мы считаем, что тем самым нарушаются наши незыблемые права, основанные на действующей Конституции Российской Федерации. Самому Путину в целом плевать. Главное, чтобы война продолжалась. А что там, белгородцы, жители других регионов? Ему все равно. Он-то свою любимую дачу защитил. Вот аналитик Марк Крутов нашел сразу 7 вышек для зенитных комплексов «Панцирь С-1». И на большинстве из них эти панцири стоят. Вокруг резиденции Путина это все располагается на Валдае. А рядом еще и дивизион дальнобойных комплексов С-300-С-400 стоит. Ни один дрон не прошмыгнет. Это факт. Тем временем в России продолжают всеми правдами и неправдами зазывать на войну. Механизм один – дать побольше денег. Аналитики даже собрали график того, как росли выплаты в некоторых регионах. Обратите внимание на всплеск весной. В этот момент российские власти поняли, что потери слишком большие, а новобранцевта маловато. Вот и активизировались. В Московской области уже сулят 1,7 млн. рублей. А в Татарстане вообще устроили акцию «Приведи друга в военкомат, получи 100 тысяч». Вот так. Сдал друга на убой. Держи соточку. Скорее всего, эти премии, конечно, попросту уйдут в карманы военкомов. Но ситуация показательная. Очевидно, набор идет далеко. Не так хорошо, как бы хотелось российским властям. Ну, а если вдруг ваши знакомые, друзья, коллеги решили пойти на войну, вот на эти деньги позарились, покажите им наше видео, другие ролики, где есть правдивая информация. Каждый должен понимать, все эти миллионы ему не понадобятся, когда он погибнет в очередном безумном штурме. Хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком. По плану. Все поставки... Нианцы проводят учения. Сегодня к тренировкам, которые называются «Стойкий защитник», присоединились британские сухопутные крысы. И это не хейт-спич, то есть это не оскорбление. Это реальное название спецподразделения войск некогда Великой Британии, которые готовятся к потенциальной войне с Россией на Балтии.